МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Реановости сообщают. Американская валюта обвалилась до двухлетнего минимума. На нее давят сразу несколько факторов. Финансисты полагают, что доллар в итоге потеряют половину своей стоимости. В конце декабря индекс доллара снизился на 5,5%. Инвесторов настораживают масштабные вливания в экономику США, свеженапечатанных и ничем не обеспеченных долларов. С июня темпы роста денежной массы ни разу не опускались ниже 22% годовых. Самый высокий показатель за всю историю. США в любом случае придется ронять доллар. Это важно для сокращения торгового дефицита. И это, возможно, единственный способ для Байдена восстановить экономику, считают аналитики. Прайм передает, что мировые цены на нефть сегодня утром несколько опускались. Ситуация с коронавирусом и карантинными ограничениями в мире вызывает опасения вокруг перспектив спроса на сырье. Кроме того, рынки беспокоят статистика по заражениям в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире. Трубоукладочная баржа «Фортуна» возобновила укладку газопровода «Северный поток-2». На данный момент работы идут в водах Дании, передает ТАСС. Ранее власти США расширили санкции в отношении Российской Федерации. К настоящему времени из 2460 километров газопровода уложено более 2300 километров, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Костак передает. По данным конференции Организации объединенных наций по торговле и инвестициям, Казахстану и Беларуси в 2020 году удалось избежать снижения иностранных инвестиций. Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций снизились на 42% по сравнению с 2019 годом. В наибольшей степени пострадали промышленно развитые страны и страны с переходной экономикой. Но не все. Казахстану и Беларуси удалось этого избежать, говорится в докладе. Онлайн-аукцион на право разведки и добычи углеводородов пройдет 23 апреля 2021 года, сообщает Казанформ. Подать заявление на участие в электронном аукционе, на котором планируется реализовать право на разведку и добычу на 15 участках, можно до 25 марта. Посредством аукциона предоставляется право на недропользование на определенный срок, а не на владение землей. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести общественные слушания с участием местного населения. Страны Центральной Азии вошли в число государств с наименьшей стоимостью бензина по версии сетевого портала «Газолин Петрол Прайс», сообщает TNG News KZ. По состоянию на 18 января 2021 года средняя цена бензина по всему миру составляла 1 доллар 5 центов за 1 литр. В то же время цены в разных странах, а их в списке 168, существенно разнятся. Самое дешевое топливо продается в Венесуэле, всего 2 цента за литр. Дороже всего приходится заправляться жителям Гонконга, там литр стоит 2 доллара 36 центов. Казахстан прочно обосновался на седьмой позиции рейтинга с ценой за литр топлива в 40 центов. А вот в Узбекистане литр бензина обойдется в 75 центов. Эта разница откинула страну аж на 43 место рейтинга. На 11 центов дешевле топлива в России, она на 27 месте. В государствах бывшего СССР самым дешевым оказалось топливо в Казахстане. Представители российской космической отрасли не будут принимать участие в составе экспертной группы, которая занимается созданием окололунной станции. Как сообщает РИА Новости, поводом для таких действий стало заявление российской стороны о ее недостаточном участии в проекте. Представители России исключены из обсуждения по этой тематике. Создание станции на орбите Луны планируется в рамках американской программы. В 2017 году НАСА и Роскосмос подписали соглашение о совместной работе по проекту, но позднее Дмитрий Рогозин заявил, что российской стороне отведена слишком малая роль. Российским специалистам доверили изготовить только шлюз для выхода в открытый космос. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин